Всем привет, ребята! Вещаю я из Танзании, архипелаг Занзибар, остров Унгудя. У нас адски тут жарит солнце, море теплючее. Вот, меня плохо видно из-за того, что лучи вот оттуда, но мы, собственно, и не на меня пришли сегодня смотреть. Теперь продолжаем серию видосиков про всякие редкие, интересные, дорогие камни, которые попадают в наши теплые ручки. Часть из них из склада, который мы нашли. Ну, мой партнер нашел, да, весной. Часть просто попадает в мою мастерскую и, собственно, проходит через мои руки. Я имею право первой ночи на эти камни. То есть я сначала их предлагаю своим клиентам. Если они не выкупают, тогда хозяин забирает и дальше уже кому-то там предлагает, да. Но вот сегодня один из таких камней. Возможно, самый крутой александрит, который я вообще в жизни видел. Про александриты я снимал подробно. Смотрите, прикладываю, да. Прямо такое полунаучное видео про александриты. Что это за минерал, какие там примеси, где добывают. Это дальше у нас будет в энциклопедии камней. Это вообще надолго, на несколько лет, я думаю. А может быть и на 10 лет, да, у нас серия видео энциклопедии драгоценных камней. Поэтому это все попозже будет. Ну вот, немного подробнее про александрит. Смотрите. Значит, это супер-мега редкий камень, который находят вот даже два каратика. Это считается уже крупный. Их находят крайне редко. Там по статистике, где как пишут. Где-то пишут в 10 тысяч раз реже, чем бриллиант или алмаз. Не важно. Где-то пишут в 100 тысяч раз. Ну, на самом деле, действительно, очень-очень редко. Например, здесь, в Танзании, есть месторождение александрита. Там более-менее нормальный камень. А нормальный это считается 3 карата. 2-3 карата находят примерно раз в полгода. Поэтому александрит стоит очень дорого. Это, конечно же, инвестиции. Плюс, видите, александрит, это с самого начала был камень, который носили члены королевских семей разных династий. И он как бы из-за этого тоже считается очень престижным, востребованным. И вот богатые люди, коллекционеры, инвесторы стараются его покупать. Но его добывают очень мало. И вот, пожалуйста, смотрите. Совершенно фантастический экземпляр. 30 карат он весит. У него хороший реверс. То есть он такой желто-золотистого, зеленоватого. Хорошо переходит на красноватый. Или красно-розовый. Или розово-коричневый. Бывают, конечно, реверсы покруче. Бывает, что он там с ярко-красного на голубенький, например, переключается. Или прямо с изумрудного на ярко-красный рубиновый. Но, во-первых, он нереально крупный. Вот смотрите сертификат на него. Это GRS. Это очень уважаемая швейцарская лаборатория. Она считается очень авторитетной во всем мире. 30 карат он весит. Вот вам смотрите поближе QR-код. Можете по QR-коду прямо зайти и почитать про этот камень. Так вот, этот Александрит, помимо того, что он здоровый, чистый, не трещиноватый, с хорошим реверсом. Ну, по 10-балльной системе у него, знаете, такой реверс баллов на 7, наверное. Бывает и лучше, но редко. У него одновременно присутствует оптический эффект кошачьего глаза. Это когда включения расположены в каком-то определенном порядке. И дают вот собственный эффект вот этой вот полосочки посреди камня, который передвигается, если камнем шевелить. Смотрите видосики. Сразу приношу извинения за моего ограничка. Ничего себе не поделаешь. Он говорит, что ему так удобнее работать вот с такими ногтями. Все ногтифилы и ногтифобы, ну, вам придется не смотреть это видео, что поделаешь. Камень уникальный. То есть, вот чтобы сразу и крупный, и с хорошим реверсом, и еще эффект кошачьего глаза, я такое вижу впервые. Возможно, и больше мы такое не увидим. Потому что, ну, такое может быть бывает раз в 10 лет, а может быть и пореже. Сколько стоит такой камень? Ну, это, несомненно, предмет, который продают исключительно на аукционах. Это супер-мега инвестиции. Я сейчас за него торгуюсь. Уже у меня есть несколько заинтересованных лиц в покупке этого камня. Но цена пока непонятна. Будет он стоить что-то между 500 и 600 тысяч долларов. Вот за этот камень. Сразу скажу, что если с ним сделать классическое украшение, продавать его на аукционе, то цена может сортовать от миллиона. Сразу на вопросы школьников отвечаю. А что ж ты такой умный, сам его не купишь? И вот продал, сам бы купил бы и сам продал бы. У меня все деньги в камнях, ребята. Я не могу сейчас где-то вот резко слить там кучу камней, которые накупил, и купить этот, да. Или потом вот купить его и его там пару лет продавать. Ну, то есть у меня немножко другая стратегия. Так, ну что, обещал про редкие камни, показал. Пожалуйста, скоро будет еще видосик. Прямо сейчас запишу, выложу попозже. Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok